итак всем привет сейчас еду в город с наших окраин и вас берут с собой вот вот что пойдемте скорее потому что вы не представляете даже какой я сейчас в позе стою это поза сумаиста чтобы попадать в кадр я стою в такой странный позе вот пойдемте ореха с недоверием теперь относятся к тому что я ухожу из дома после поездки в москву когда сидела дома целые сутки одна она мне теперь так сказать не доверяет вдруг опять ее одно оставлю в общем беспокоиться ребята сидят ветрено охрипал бедолага очень ветреная сегодня погода вы даже меня не слышите из-за этого все слопали сейчас подерутся вот второй шоколадный прям такой красивый вблизи все закончилось было пять штук на троих или четыре сколько там было ладно я пошла пока ты чё бросил ее ты обалдел ты самый не голодный гляньте это было лишнее он ее украл и унес подальше и бросил вот смотрите какой там они дерутся из-за последнего кусочка по этот хитрюгу внес и бросил решил отдельно поесть бежит сейчас отнимет а ну-ка отнимай смотри дразнится ну реально дразнится он сотрите он рядом с ней стоит не дразнится опять принес сейчас ребята проют нит сто процентов вот так такой трясся я чувствую я так до банка не доберусь сегодня со своими приключениями так ветреный сегодня прям словно я знаете в Москве так как такой ветер сильный так я жду автобус пока ничего не видно так я вышла из торгового центра совсем про вас забыла зашопилась вот искала подарок для своей приятельницы и сувенирчик небольшой для корейского брата потому что он мне много чего покупал а я ему ничего поэтому в общем я вот потом покажу что я нашла такая знаете классная футболка из серии Третьяковская галерея а вот там находится рынок кольцовский там я когда-то работала каждый день кроме воскресенья ездила туда на работу ну не пойду не хочу переходить дорогу извини но мы больше не можем быть вместе поэтому прощай тадам я почти на месте у торгового центра сейчас бегу выбирать подарок для своей приятельницы из Беларуси у нее скоро день рождения так я пошла не снимаю на ходу потому что вы мне говорите что у меня короче камера трясется нет стабилизации поэтому извините смотрите как интересно мини версии всяких товаров прям такие малюсенькие прямолюсенькие малюсенькие в кадре какими-то крупными смотрятся на самом деле маленький вот посмотрите по размерам с ладошку вон маленькие шампуники стоят тоже размером с ладошку прикольно это типа пробников купить попробовать даже зубная паста маленькая даже зубная паста маленькая с ладошку и 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 с и и и и и и и участвовать они как бы хотят чувствовать что они сами за себя если что-то могут постоять и контролируют ситуацию вот арена относится как раз таки к такому типу ей надо все видеть она хочет свободу хочет чувствовать что она держит под контролем ситуацию она не из пугливых конечно но не знаю короче как перелёту решила попить кофе с печеньками арена уже два раза после прогулки поела такое впечатление решет и ногами гулял сумку кто тащил я тащила сумку хотела сделать обзор покупок а потом подумала как же я сделаю обзор покупок я таким образом испорчу сюрприз получать что не могу сделать обзор могу показать только то что я купила для себя урвала такие классные штаны у меня была ситуация со штанами у меня случилось горе горе случилось у меня у меня всего в арсенале джинсы две штуки и в общем как правильно сказать пар пара да то есть одни вторые и вот одни из них на попе как-то начали рваться но не на попе а в области кармана я ничего с ними такого не делала обычно вещи мне служит долго и в короче так получилось видимо что ну вот знаете никогда не с ним мы никогда не знаем из какой ткани это шьет сколько эта ткань там валялась на складах на каких-нибудь сырых она там может быть уже гнила от сырости потом из нее пошли джинсы вот их там полтора года относила и у тебя начинает там отваливаться карман если бы он просто отваливался его конечно можно было бы пришить а там вот прям вот ну как говорится с мясом стало все отрываться хотя ничего это мне никогда не ношу ничего в карманах телефоны и прочее ничего поэтому ну какая-то такая не знаю неизвест по неизвестной мне причине вот у меня стал вопрос на я же не могу жить с одними единственными джинсами вдруг с ними что-то случится тоже так непредвиденно и что в чем тогда хотя бы на улицу выйти чтобы за другими джинсами сходить ладно если это в теплое время года когда ты там можешь в платье в сарафане в шортах выйти а если это какое-то холодное время года у тебя одни единственные штаны честно говоря покупать не хотелось и вроде как надо да я же логично сейчас объясню как можно жить когда у тебя одни единственные штаны не мне есть летний но вот на такой холодный сезон под джинсы вообще джинсы это же универсальное это зимой носят зимой со свитером там с пуховиком носят с водолазками с толстовками летом носят с футболками и вузами джинсы это короче сейчас такая самая нужная вещь в нашей жизни пошла выбирать стала примерять и не моё вот мне последние годы сейчас джинсами особо не везло и вот одни вторые трети не сидит просто не сидит у меня и так далеко не идеальные ноги а это не сидит я подумал может быть мне купить какие-то штаны почему именно джинсы может быть штаны вот пусть будут они джинсы кинься вот я купила штаны вот вот такие такие штаны с виду ничего особенного но вот они такие внизу это принципиально важно как я поняла чуть позже какие именно они внизу потому что я тоже начала ходить по магазинам они сейчас так пятно это на объективе пятно это не на штанах видите гуляет пятно я начала ходить по магазинам и там везде вот сейчас вот эти штаны к ним можно подобрать также толстовку либо вообще целом ну худи толстовка как они за или в целом купить костюм сейчас это я так поняла страшно модно потому что это все ну не не сейчас уже в прошлом году я видела девчонок в этих костюмах где толстовочка плюс штанишки из вот такого вот материала средней плотности комплект у нас они тут ну в обычных магазинах недорогих стоит от 4000 это же вообще офигеть просто так мне сама идея понравилась это просто что-то ассоциирующаяся с каким-то ну мега комфортом просто супер комфортная одежда я такую в таком костюме а видела девушку которая летела со мной в самолете вместе и ну я и обзавидовалась я подумала боже я тут в этих джинсах не все давит мне уже там на пупок надавила эта кнопка от джинсов уже это молния все дальше стягивает она вот в этих мягеньких штанишечках мягенькой вот этой кофточке но обзавидовалась короче я ей посмотрела такие костюмы стоят 4 ну как бы самые недорогие я подумала мне зачем у меня же уже есть толстовка новая и к ней можно подобрать штаны как вы помните она у меня розовая и на груди такой рисуночек котенок таких вот в рамочке вот в таких тонах как раз не знаю мне повезло но цвет совпал идеально они смотрятся просто потрясающе и еще они каким-то чудесным образом очень подошли под мой пуховик в котором я сейчас хожу и сочетается с шарфиком то есть это выглядит как комплект у меня розовая шапочка розовый пуховик бежевый шарфик и вот такие вот бежевые значит штанишки примерять короче такие штанишки как я поняла надо обязательно потому что они вообще сидят непредсказуемо по-разному выглядят со стороны когда они висят на вешалке просто как знаете обычный какие-то спортивки которые я не люблю и которые я не носила со времен школы вот как в школе закончила носить спортивки всякие так и больше не носил никогда но в примерке все гораздо лучше то есть есть реально как сильно штаны которые сидят как спортивные какие-то вот фигура в них какая как-то разваливается они похожи на какие-то шаровары обычно те у которых широкая вот такая вот широкая и высокая резинка вот а вот эти я нашла просто присборенные издалека издалека это напоминает такую рюшечку внизу и они получаются немножко укороченные то есть над щиколоткой короче как сейчас модно сейчас все любят укороченные носить чтобы закончился носочек чуть-чуть было видно кусочек тела и дальше штанина и сидят очень гладенько по ноге то есть не вот так раскидишь раскидисто шаровары не а вот так гладенько ровно по ноге супер короче вот я довольна и что мы недовольны ценой я бы хотела конечно дешевле чем по распродажной цене на сейчас распродаж уже практически никаких нет их очень мало осталось и еще я купила вот такую футболку посмотрите очень классная из очень плотного материала очень добротная вот такой модный удлиненный рукав за 345 рублей отхватила тоже хотела какую-то футболочку потому что ту который так которая предыдущая у меня была она настолько тонюсенькая вот новую помните я вам показывала вот мне такое впечатление что знаете ее на один сезон хватит я обычно вещи так так мало не нашу обычно ношу подругу но то реально она застирается быстро на один сезон а это вот классно я чувствую мы с ней вместе надолго камера конечно не передает полноценность цвет на нам не прям очень хорошо прям такая нежнятина при нежнятина покупала я в детском отделе но это такой размер как называется фасон типа оверсайз или как ну короче должно свободно сидеть вот поэтому из детского отдела но вот такой свободная посадка во взрослом я чуть не нашла ничего вот такой был у меня шопинг сейчас хочу закончить монтаж этого видео уже опубликовать его потому что что-то как-то я не знаю у меня там еще одно видео висит ладно до встречи мои дорогие спасибо вам все огромное за внимание пожалуйста поддержите мой канал поставьте лайки люблю целую